всем привет сегодня у нас 31 июля 2018 года сегодня я решила такой сделать небольшой сюжетик про свои барбарисы барбарисов у меня пока еще не так много начнем мы пожалуй так вертолет сейчас у нас пролетит секунду так громко полетел он значит начнем с первого барбариса это у нас барбарис golden touch вот еще один golden touch но этот зелененький он сидит в тенечке а желтый у меня сидит поэтому он и желтый на солнышке эту нам у меня барбарис каранита вот у него характерная особенность вот такие накаймленные листочки это у меня каранита дальше посадка этого года это барбарис orange rocket он у меня перебаливал я расскажу как я с этим боролась это у меня orange rocket далее у меня сидят здесь их много барбарисов green carpet они как стелющиеся идут им уже наверное ну года по 4 я так думаю вот у него веточки даже вылезли за заборчик вот они так смотрятся барбарисы green carpet у них такая особенность они к осени обычно становятся оранжево-красными и вообще они смотрятся как такой стелющийся коврик мне очень нравится я довольна этими барбарисами сегодня между делом кстати скажу я выкопала секунду покажу вам заодно сниму потом забуду вот у нас сегодня 31 июля я вот отсюда выкопала полностью лилии все они умеют чуть обмельчали 0 или очень хорошая я бы хотела сохранить это мои кабачки да это мои огромные кабачки сейчас секунду вам покажу не вижу солнышко что показываю вообще не видно кабачок в общем кабачки идут их много это было значит луковицы лилии и они уже конечно обмельчали и я их замочила фитоспориния так ну вот барбариса это так смотрится они отсюда еще у меня зацвела повторно флорибунда розочка люксор все стоят в бутонах ну и мой модерн блажь она также продолжает свести ну вот в принципе получается 1 2 3 4 5 6 7 и 8 барбарис у меня так я туда не полезу он у меня восстанавливается вот он сидит это rose glow он у меня восстанавливается после болячки но он живой с ним все хорошо теперь я вам хочу немного рассказать чем барбарисы нужно вообще и лечить и для профилактики это очень важно для них изначально по весне когда я приезжаю сюда все свои растения и обрызгаю бордоской жидкостью это все кусты все цветы все деревья полностью я обрабатываю бордоской жидкостью после касаемо что именно барбарисов я в течение там скажем так где-то в числах 15 июня обрабатываю барбарисы хомом и проливаю под корень фитоспорином это тоже очень важно потому что у многих бывают такие болячки которые начинается скручивание листиков у барбариса вот и если не начать лечить растение может погибнуть поэтому если вы только увидели что начинают скручиваться листочки вы сразу пролейте растение фитоспорином барбарис и побрызгать и хомом но лучше конечно это предотвращать изначально и третью обработку я делаю осенью это где-то середина сентября я также обрабатываю хомом как правило мне нравится этот препарат и проливаю фитоспорином мне очень нравится этот препарат фитоспорин я его применяю вот даже у меня луковицы лилии сейчас они замочены именно в фитоспорине они сутки будут стоять сутки постоят и потом я их проложу чтобы они просохли просушились и заберу домой а высаживайте это все на лилии свои буду где-то конец сентября ну вот наверное про барбарисы это все что я хотела сказать сейчас еще покажу у нас напала фитофтора вот не пришлось снимать все помидоры сейчас секунду ну вот тут огурчики уже пошли так это яблоко это яблоко вот помидоры все сняла зелененькие но они доходят это золотое сердце желтый сорт помидоров вот огурчики тоже пошли ну так что в принципе на этом вот все вот она шикарная розочка бархоточки цветут ну наверное это все что я хотела рассказать о барбарисах так что если хотите чтобы они были вот красивыми такими хорошими не забывайте про обработку растения будут вам благодарны всем до скорых встреч всем пока пока